Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на смартфон U-Hands Max 2 И, наверное, сразу вам покажу сравнение, потому что я до сих пор не понимаю Как можно было придумать такую лопату Это iPhone 6, у него диагональ 4,7 дюйма А это U-Hands Max 2, у него диагональ 6 дюймов, 6.44 Вот так вот будет правильно И если вы по названию слышали Max 2, это не Xiaomi Mi Max 2 Это U-Hands Max 2 И он стоит в два раза дешевле, сегодня я про него расскажу Поставляется вот эта лопата в вот такой вот коробочке Он бывает в двух цветах, золотой и черный, как в моем случае Комплектации есть разные, в принципе, знаете, здесь все по-скромному Но при этой же скромности у нас много чего есть То есть, если вы хотите чехол докупить, пожалуйста Вот такой вот огромный чехол, книжка, его можно здесь подсогнуть И будет он вам использоваться как подставка Хотите стекло, пожалуйста, у меня, кстати, где-то стекло пропало Без вести остались только салфетки Из... вот здесь валяется иголочка у нас И в вот этом коробочке спрятано у нас OTG кабель OTG кабель для подключения флешки Мы понимаем, что у нас рабочий аппарат Больше 6 дюймов Почти такой фаблет-планшет Поэтому флешечку, возможно, нам нужно будет подключить Микро-USB и обычный блок питания зарядки Хотя смартфон поддержит быструю зарядку Но китайцы решили сэкономить Зачем? И так пойдет Ну что, давайте теперь посмотрим на сам смартфон U-Hands Max 2 Звучит серьезно Но когда вот здесь проводишь пальцем Ну вот наклейка, понимаете? Вот просто наклейка, не гравировка, а наклейка И мне кажется, если вот так вот поцарапать То вот эта наклейка сотрется Это, можно сказать, бюджетный смартфон Потому что его можно реально купить за долларов 130 Все ссылки будут в описании Если вы хотите себе большой смартфон Именно просто большой смартфон То есть огромную диагональ То в списке у вас выпадет этот смартфон И скорее всего вы его купите Потому что соотношение тех характеристик И сколько он стоит Все здесь примерно соответствует Смартфон большой Когда ты пользуешься им, не знаю, там смотришь Ютубчик, лазишь где-то в интернете Пользуешься социальными сетями Смотришь фотографии, то все круто Вот прям такой, знаете Как написали сами китайцы Такая медийная станция У вас в кармане вы достали Хопа, включили И у вас здесь просто все Хотите фильм посмотреть? Раз, запустили фильм Ну вот я же говорю, ну с айфоном Ну просто даже нечего сравнивать Ну посмотрите Ну что это такое? Это 4,7 дюйма, понимаете? И это еще он в чехле Как бы, ну вообще ни о чем Вот, поэтому мне нравятся последнее время Большие смартфоны И этот смартфон Также произвел эффект вау Из-за своих размеров Внешне он ничем особо не привлекательный Сзади, как видите, прям две камеры Одна из них непонятно для чего Потому что работает одна Ну и так он просто черненький Снизу вот такие две решеточки У которых спрятан динамик Micro USB вход Наушники можно подключить Все по стандарту Есть, конечно же, слот для двух SIM-карт Или SIM-карты И SD-карточки Чтобы расширить память Память, кстати, здесь 64 гигабайта То есть неплохо И оперативки здесь 4 гигабайта То есть технических характеристик Здесь не все так плохо Но стоит самый дешевенький 6750 восьмиядерный процессор От Mediatek Который, ну не могли сюда больше поставить Наверное, за эту стоимость Вот я его держу Он даже в камеру Видите, вот даже в камеру Не вписывается, надо камеру дальше отставлять Ну вот, вот как-то так уже будет получше Реально огромнейшая лопата Кстати, в этой лопате батарейка на 4300 мА И он не держит 2 дня Производитель заявляет, что держит 2 дня Но с автономностью здесь так себе Если его прям нагрузить хорошенько То полдня и он умрет Если в среднем режиме В таком, в нормальном, в человеческом режиме То смартфон день продержится Не видел я, как там проценты летят То есть, все нормально Но с вот этой вот С вот этой зарядкой, которая чуть дальше лежит Которую ранее я вам показывал Смартфон будет заряжаться 3-4 часа Поэтому блок питания Какой-то быстрой зарядки Надо будет прикупить Диагональ, как я ранее сказал Как у Xiaomi 644 И это такой, знаете, в 2 раза дешевле Кто хотел себе Xiaomi, но не может потянуть В 2 раза дешевле Вот есть этот смартфон Разрешение здесь Full HD И когда я включил этот смартфон Экраном я немножко подрастроился Такой, я ожидал что-то лучшего Но когда у тебя Full HD растягивает На такую диагональ Не очень она, в принципе, смотрится Но потом я привык и, в принципе, думаю Да, нормально И за эту стоимость, наверное, вряд ли Было бы рассчитывать на что-то другое Снизу у нас, кстати, есть Сканер отпечатка пальцев Он работает, смотрите Опа, подкладываем палец И он разблокировался Немного меня напрягают кнопки Вот они появились Они наэкранные Как по мне, можно было, опять же, сделать Здесь пару сенсорных кнопочек И выглядело бы еще круче А так вот эти вот наэкранные кнопки Но они просто уже начали раздражать Обновление на смартфон прилетелось Какие-то там что-то сделали, исправляли Главный вопрос, который всех, конечно же, будет интересовать Как этот смартфон будет вести себя через полгода Например, будут прилетать обновления или нет Вот этот вопрос, который он открыт И я на него не дам ответ Потому что я не знаю Может, понимаете Бренды такие, как New Hands Они сегодня работают Завтра там что-то поменялось Они кому-то продались Поэтому это все на свой страх и риск По интерфейсу, как видите, у нас голенький Android 7.0 Поэтому здесь особо приключений никаких не будет Все работает плавненько Никаких тормозов нет Есть, как всегда, пару недопереведенных пунктов Но это уже, как бы, знаете, по стандарту Вот до 200 долларов Вот нате, тебе вот Чтобы ты здесь что-нибудь поклассал Что-нибудь поугадывал И так далее Спереди, если видно, у нас Тебо тоже, типа, две камеры Есть еще, кстати, фронтальная вспышка Очень прикольно это все выглядит То есть такие маленькие фишечки есть Что касается технических характеристик В Antutu набирает 51 тысячу баллов И здесь то, что я вам назвал Так оно и есть Full HD, 8-ядерный процессор Хотя же здесь написали 67-55 Указано производителя 67-50 Насколько мне не изменяет память У нас самое главное Здесь это 4 гигабайта оперативки Не пожалели И 64 флеш-накопителя Это очень хорошие показатели Для такого ценового диапазона Вот что мне непонятно Так это мультитач Его сделали здесь на три касания На такую диагональ сделать три касания Ну, как бы, здесь тоже все Экономия, экономия, еще раз экономия То есть по бенчмаркам На эту огромную лопату У нас все притык по процессору Вот оперативку у нас вытягивает Если было бы меньше оперативки Ну, наверное, было бы уже сомнительно Смартфон работает, вот, наверное Если взять 100%, вот где-то на 90% Ресурса у него особо нет Поэтому, если выйдет какая-то Игрушка сильненькая То максимум на средних настройках Вы сможете поиграть Тест камеры Как же снимает видеокамера При хорошем освещении Ну, как-то так она снимает И здесь есть автофокусировка Посмотрите, как она корректно Или некорректно работает Ну, вот как-то так В принципе, за эти деньги Никогда камеры хорошо не снимали Они просто есть для того, чтобы Ну, она была средненькая Чтобы, если нужно что-то подснять Или сфотографировать Вы не чувствовали себя ущербным Но у вас зато большой экран Если у вас хорошее зрение То вы заметите, как во время обзора Батареечка вот так вот рухнет И странно То есть на самых низах Она просто падает на глаза Смотрите, 15, 14 Хотя было 17 Вот как так бывает Во время обзора Вот такие вот происходят вещи Давай, сейчас выдай нам 13% Классно Прикольно По секундам идут батареечки Что-то у нас поджирает здесь И вот эти вот нюансы Они неисправимы Потому что это Юхэнс 12 Отлично Классно Батарейка работает отлично Смотрите, какой разряд показывает Было, было, было И бам, и прошло О, 11 уже процентов Прошло 30 секунд Я не знаю, что будет Может смартфон вообще выключится 2% осталось зарядки Ну вот такие вот вещи происходят Я не знаю, как так бывает 1% Сейчас должен выключиться Как так? Как так может быть? Ты заплатил 130 долларов Смартфон выключается С батарейкой реально Какие-то непонятки И я больше, наверное, склоняюсь к тому Что мне попался такой экземпляр Потому что я посмотрел Видео-тесты других обзорщиков Ну или, я не знаю, заплатили денег И они все хорошо кричат И отзываются об этом смартфоне Мне никто ничего не платил Поэтому мне скрывать нечего Я вам показываю все как есть Никто не заставляет никого Покупать этот смартфон Всегда выбор за вами Я всегда показываю лишь То, что есть на самом деле А дальше вы сами решайте Хотите вы рисковать или нет В целом смартфон Должен быть интересен для тех Кому нужен только большой экран Все остальное здесь на среднем уровне А то и ниже Если вам не интересна диагональ Больше 6 дюймов То, в принципе, этот смартфон К покупке я бы точно не рассматривал Куча других смартфонов С диагональю 5,5 дюймов Которые, наверное, будут более стабильные От брендов, которые 100%, не 100%, 99% Будут поддерживать и приходить И приносить вам, так сказать, объявления Не объявления, а обновления И все у вас будет хорошо С этим смартфоном Ну такое Какое-то непонятное состояние Он мне в целом понравился И понравился мне он все-таки диагональю Потому что Говорил я уже, наверное, 5 раз за Этот видеоролик Что мне нравятся сейчас Смартфоны с большими экранами Потому что на них удобно работать На нем удобно Смотреть видео Сёрфить В интернете В целом смартфон неплохой Как видите, сейчас батарейка Не так уже просаживается И все-таки, наверное, это какой-то Глюк именно моего смартфона То есть Один раз подзарядил нормально Второй раз зарядил ненормально Ну такое бывает, скорее всего Но на практике Прям в видео у меня такого никогда не было Чтобы каждые 2 секунды Падал заряд батареи Как видите, сейчас держится 14% У меня включен Wi-Fi И в принципе Все нормально Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Че-то я приумыл в конце Но это нормально Так бывает Всем пока Да, все-таки это был Глюк с батареей Скорее всего Новая батарейка Ее нужно было Прямо несколько Так десятков раз прогнать Чтобы она набрала Свою емкость Нормальную И вот я сейчас сижу Уже не знаю Сколько времени Ну буквально там Еще 5-10 минут После обзора И Ну 1% только упал То есть Нет такого падения Как было Каждую секунду По проценту падает Поэтому в принципе С батарейкой Глюк Скорее всего Только у меня Субтитры сделал DimaTorzok